Вспышка коронавируса Вспышка коронавируса Мы очень плотно сотрудничаем с ОНО, с фондом, который создан нашими спонсорами для поддержки биомедицинских исследований в Казанском федеральном университете. То есть часть проектов, которые мы реализуем в центре, это проекты, которые финансируются исключительно из внебюджетных источников за счет некоммерческой организации. Как правило, для разработки вакцины требуется наличие самого вируса. Но совокупность всей генетической информации о коронавирусе уже известна и опубликована. Поэтому нет необходимости иметь на руках живой вирус, чтобы разработать вакцину. Очень часто вакцины это либо ослабленный штамм, либо убитый вирус, который используется для того, чтобы стимулировать иммунитет. Мы взяли генетическую программу, взяли из нее несколько модулей, то есть это блоки, которые отвечают за синтез определенных вирусных белков. И создали вот такую генотерапевтическую конструкцию. По сути своей, это генетическая программа, которая программирует организм на синтез вирусных белков. А раз в организме синтезируются вирусные белки, то иммунитет их узнает как чужеродные и вырабатывается иммунитет. На данный момент ученые Казанского федерального университета занимаются лабораторными исследованиями. Когда завершится синтез прототипа вакцины, ученые смогут начать испытания и сообщить первые результаты. На следующем этапе нам уже потребуется использовать живой вирус, чтобы доказать, что мыши, которых мы провакцинировали, действительно не могут заразиться коронавирусом. А для этого уже требуется работа с живым инфекционным вирусом, и это возможно только в особых лабораториях высокого уровня биологической безопасности. То есть здесь мы уже будем искать и индустриальных партнеров, кто будет оплачивать дальнейшие доклинические и клинические исследования, а также государственных партнеров. Профессор Института фундаментальной медицины и биологии, доктор биологических наук Альберт Резванов рассказал, какие меры стоит предпринять в первую очередь, чтобы обезопасить себя и близких. В первую очередь это, конечно же, личная гигиена, то есть регулярно мыть руки, причем не просто водой, а с мылом или пользоваться антисептиком. Особенно не рекомендуется, например, дотрагиваться руками до глаз, до носа, до рта. То есть вирус может передаваться через прикосновения и именно через слизистые оболочки. Диана Жленкова, Ленардо Валитьяров, Универ Ньюс.